Создается сеянница и на уровне корневой шейки, вот корневая шейка, присыпается землей. Ученики гуманитарно-экономического лицея высаживают 50 сеянцев дуба и лиственницы. Теперь и в их учебном заведении появился питомник. Уже третий сезон экологическая организация ЭКО проводит посадку усаженцев на территории школ всей области. Дети, это как правило 6-7 класс, сами высаживают сеянцы или семена. В течение двух с половиной лет они за ними ухаживают. И через два с половиной года мы их планируем высадить на те территории, которые пострадали от лесных пожаров. Всего в рамках проекта «Больше кислорода» школьные питомники были созданы на территории 200 школ области. По словам организаторов, это не только пополнение лесного фонда. Главное, что в этой акции участвуют дети. Школьники уже понимают, насколько значимым делом они занимаются. В данное время люди очень мало задумываются о такой проблеме, как экология. Хотя это одна из важнейших проблем. Появляются такие хорошие акции, которые верят в то, что надо восстанавливать, это нужно. Это очень здорово. К посадке деревьев присоединились и депутаты. Андрей Росошанский поделился со школьниками своими воспоминаниями. И рассказал, как он также в детстве сажал деревья и ухаживал за ними. Я помню, я знаю, где стоит мое дерево до сих пор. Оно живое, слава богу, и стоит на улице Высокой. Вот. Кировский район, как к аэропорту Ефт. И очень здорово, если наши школьники, наши дети, спасибо большое нашему движению, молодежному экологическому эко, что они приобщают, да. Это не просто экологическая инициатива. Каждый человек должен быть сопричастен с природой, с молоду, да, с детства. За полтора года существования программы экологической организации «Эко» расширились. Сейчас общественники занимаются не только восстановлением лесов. Они работают над повышением качества продуктов питания, а также следят за утилизацией отходов. Анастасия Синичкина, Вадим Лысов, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.